Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал «Россия». И начинаем новый день июля с погоды. Субтитры предоставил DimaTorzok Еще до пандемии при Карачаево-Черкесском госуниверситете имени Умара Алиева начала свою работу театральная студия, которую создали студенты-иностранцы из Туркмении. Театр под названием «Веселые студенты» придумывает постановки в различных жанрах. О том, какие спектакли они представят на суд зрителей, кто оказывает им поддержку и, конечно, о своем репертуаре в эти минуты в нашей студии. Мои соведущие были Джазаевы, расскажут руководители театра Шазада Перлиев и Мейлис Ходжабердеев. Молва о вас уже идет. И мне бы хотелось узнать, как давно существует ваш театр, кто его организовал, сколько человек. Шазада, наверное, ты начнешь. Да, у нас театр уже существует около четыре года. И мы первоначально имеем образование по театру. И по разрешению нашего ректора мы создали свой театр. Сейчас у нас в театре 15 участников и студентов составляется из разных факультетов. Это только ваши туркмены? Часто. Потому что на туркменском языке, да, вы делаете сценки. Ну, кстати, я слышала, что не только на туркменском языке, вы еще на русском ставите постановки? Мы тоже на туркменском языке еще не поставили сценки. На русском и у нас как под музыкой. Жанр под музыкой. Жанр пантомимы. А, жанр пантомимы. Да, да, да. Без слов, с жестями, с пластическими движениями объясняется. Ну, и на русском тоже мы поставили пару раз спектакль. Ну, конечно, иностранный язык для нас. Ну, старайтесь. Да, старайтесь. Ну, я слышала, знаете, от тех, кто видел ваши постановки, что у вас профессиональный подход к тому, как вы работаете. И это, наверное, свою роль в этом сыграло то, что у Майлиса папа профессиональный актер. Он вас как-то консультирует? Ты это видел с детства, наверное. Да, мы здесь нас научили. Шазада тоже ученик. Я тоже у него научил, да. Он консультирует вас по телефону или как? Выбирать постановки? Как у вас это происходит? Ну, да, естественно. Мы же тут, а они же там по телефону придется связаться там и спросить. Как вы репертуар подбираете? Какие у вас там спектакли? Я поняла, что у вас пантомимы. Поскольку мы же иностранные тут студенты, и, конечно, не так уж легко на русском все по этот спектакль играть, поставить. И мы как бы выбрали жанр вот этого пантомима. Я знаю, что у вас прекрасные костюмы. Кто вам шьет? Откуда декорации, костюмы? Кто вам помогает? Ну, насчет декораций, костюмах нам, конечно, университет наш обеспечивает с материальными помощями. Я желаю вам, ребята, большого успеха, чтобы вы вышли на профессиональную сцену и стали профессиональным театром. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо огромное. И заглянем в наш календарь. А скорее это будет поваренная книга, потому что сегодня день картофеля фри. Может, кто не знает, что это? Так объясняю. Это блюдо представляет из себя жареные до хрустящей корочки брусочки картошки. Достоверно неизвестно, когда и кем был учрежден день картошки фри. Но как бы то ни было, это отличный повод насладиться любимым блюдом. Но есть одно но. Как утверждают диетологи, фастфуд вреден для здоровья, особенно тем, у кого лишние килограммы. Вы знаете, что в стандартной порции картофеля фри содержится целых 500 килокалорий. Сейчас лето, и лишние калории нам не нужны. Но если вы никак не можете отказаться от любимой картошечки, лучше приготовить самим такую хрустящую. Кстати, с утра можно все, но в меру. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Следующий выпуск вестей в 14.30 с Ашемезом Пхешховым. Удачной вам рабочей недели, хорошего дня и встретимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok